Нам говорят, умом Россию не понять. Но поверьте мне, умом не понять то, что делает самый распространенный видеохостинг. А именно, он работает только с аудиопродукцией. Окей, скажу я вам. Теперь расскажем о том, что такое звук. Человек не сможет сделать достойный аудиосюжет всем. Но каким-то рядом в видеохостинге он крут. Теперь попроще. Сколько аудиочеловек сможет сделать аудиосюжетов? Ну сто, и это максимум. А сколько делает сюжетов оператор, он же видеоинженер, он же продюсер, он же ведущий? Пять тысяч сюжетов. Давайте проверим и скажем, что таких кренделей по миру, ну максимум тысяча. Тогда какого хрена вы аудио рядом губите то, над чем работал человек, а? А теперь думайте, господа, и извините, иногда вам придется выслушивать другие композиции, потому что, извините, сори, я уже использую то, что купил собственным трудом. Очень удобно, когда руководство Сбербанка смотрит интернет. Потому что я, по крайней мере, в своих сюжетах про Сбербанк говорил, что Сбербанк организовался в 2000, упростите, в 91-м году. Там 165 лет и не пахнет. Но сегодня, сейчас мне особо приятно показывать те предприятия, которым скоро исполнится 20 лет. Дело в том, что фирма «Два колеса» была первой, которая занималась продажей автомобильной резины. Представляете, 90-е годы, лихие времена. Не было ни «Автограда», ни «Шининвеста», вообще ничего не было. Это сейчас всякие профили и вышеперечисленные структуры. В свое время было такое, что было выгодно заниматься автомобильной резиной БУ. Но сейчас нет. Потому что, во-первых, на территории Российской Федерации большое количество высококлассных заводов, которые производят эту резину. Во-вторых, это все-таки не совсем безопасно ездить на БУ. Тем более, непонятно, что вы покупаете. То есть, «Два колеса» не продают автомобильную резину БУ. Запомните, не продают, даже не езжайте. Здесь ее не найдете. Здесь есть недорогая, качественная, новая автомобильная резина. Для обыкновенного покупателя. Ну, а куда ехать? Естественно, это химчистка. Ну, московская 5. Коммерческое телевидение должно служить людям. И это главный принцип моей работы и любви, и ненависти горожан. Да, я продвигаю буквально все. Но ориентируясь только на вас, мои дорогие зрители, вы должны знать, где дешевле, и делать правильные выводы. И тогда денег, извините, счастья у нас станет больше. Потому что эти понятия в нашем обществе взаимосвязаны. И, внимание на экран, я специально акцентирую ваше внимание на ценах в шинном центре «Два колеса». Они доступны. Да, нет огромного ассортимента. Да он, по сути-то, и не нужен. Здесь не пудрят мозги и не затирают глаза. Зато здесь есть все, на все автомобили, и большие, и маленькие. Специально повторяю, в магазине «Два колеса» БУ резины нет. Вообще на территорию Российской Федерации ввоз БУшной резины запрещен. Это для самых тупых. Если вы ищете резину БУ, ну, есть у нас такие еще места, но это не «Два колеса», это не «Московская 5». Просто люди привозят машины с Японии, потом их разувают. Так вот, напомним, разница между резиной БУ и резиной новой не такая же большая. Максимум, там, ну, 200 рублей. То есть новая резина. Здесь в «Два колеса» на 13 стартует от 1500 рублей. То есть 6000 получается 4 колеса, то есть полностью переводимся. Но даже если это что-то подороже, то максимально дорогие цены – это, ну, дикогамма. Вот, резина на 14 стартует от 1700 рублей. Резина на 15 стартует от, а вот, нашел ее, 2700. На 16 – 3000 рублей. То есть «Два колеса» нормальные цены. Особенно здесь любят тех, кто головой соображает и готов в конце сезона зимнего подумать о следующем зимнем сезоне, который наступит, ну, всего лишь через 5-7 месяцев. И для этого здесь есть настоящие и реальные цены и скидки. То есть джиповская резина «Нокия» – 4500 рублей. Типоразмеры 235 на 75 на 16. Конечно, сезон. И, конечно, это лакомое время для чумазых мостаков разнести обод вашего колеса в хлам и поцарапать новый диск древнейшим станком. И вы попадаете. В «Два колеса» не такой подход. Конечно, в мечтах прибить конкурентов мелкотрапчатых. Но прибивать надо знаниями. А знания таковы. Большинство престижных автомобилей, авторитетных владельцев, людей, умеющих считать и тратить деньги с умом, обслуживается здесь. Вам еще что-то объяснять нужно? И особенно здесь селективный отбор к персоналу и к оборудованию. Да, в Магнитогорске шиномонтажки на каждом углу. Но количество специалистов мизерно мало. Количество тех, кто умеет делать в том числе и боковые пробои, нарезать новую резину, ремонтировать все автомобильные колеса. Где вы их найдете? Только здесь. Ну, может быть, еще 2-3 места. Поэтому, если вам надо отремонтироваться качественно, переобуться со 100% гарантией, надо ехать к тем, кто этим занимается уже второй десяток лет. И одно из лучших образделений – это фирма «Два колеса», Московская 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова